Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексайкил, и я продолжаю проходить игру Half-Life 2. В прошлой части мы остановились на том, что через канал перепрыгнули... Короче, проехали через канал и продолжаем путь в убежище Илла Ивэнса. Так, здесь знак Альянса, давайте залезем, посмотрим, что здесь. Возможно, найдутся какие-нибудь ценные припасы. Так, ничего, ничего, ничего. Так, а здесь что? Опа. Мы что-то засекли. Так, это... это человек. Ау? Расслабьтесь. Вы в безопасности. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Куртен Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Представляю себе изумление облегчения Илая. Я доктор Моссман. Джудит Моссман. Я слышала о вас задолго до инцидента с Черной Мезой. А, Черная Меза. Я так вам завидую, что вы работали с Илаем и Клайнером в них величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Они тут даже светофор повесили. Ха. Я отведу вас к Илаю. Он мне не простит, если я вас задержу. Привет. Мы с тобой уже виделись, кстати, где-то. Нам точно нужно дополнительное помощь. Мы много сделали за последнее время, но все шло бы быстрее, будь у нас все больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступна Альянсу. Илай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияо. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе... Ты думаешь, я что-то понял из того, что ты сказала? Да. Послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить. Да, наконец-то мы будем работать вместе. Так, о чем это я? Ах, да. Доктор Клянер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местные пространства. А, а вот и Илай. Молодец, продолжай тоже. Илай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен. Дай-ка мне взглянуть на тебя. Господи, да ты ни капли не изменился. Как тебе это поверилось? Ванна с молоком в отверстие, Клянер. В последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники М.А.Ти большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствуй себя как дома. Спасибо. Сделайте мне чайку кто-нибудь. Закрыто. И здесь закрыто. А здесь открыто. Доктор Фримен, вы должны остаться с Илайем. Я скоро к вам присоединилась. Не, там скучно. Лифт обратно. Съездим куда-нибудь. На другой этаж. Нет, нельзя. Джудит хороший ученый. И претендовала на твое место в черной мезе. Но ты обошел его благодаря своему инсбрукскому опыту. Инсбрукскому опыту? О, Гордон! В Артигонте сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну-у-у. Похоже, Элай пытается свести нас. С его дочкой. Что это? Что это? Это что-нибудь происходит-то? Где обещанный мой лабораторный халат и чашка чая? Девочки, не ссольтесь. Почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон. Немного повеселимся. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Похоже, Алекс слегка ревнует эту Джудит в своей мать. Знаком с доктором Осман. Я провожу столько времени снаружи во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере Черной Мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Это старая дорога в Ревенхольм. По ней давно никто не ходил. Давайте я схожу. Внимание, спойлер, нам все равно туда идти. Верю. Охотно верю. Ну где-то там уже. Верю. Верю. Вот мы и пришли. Это свалка. Да я догадался, что это не исторический музей. Ну, грави-пушка мне как-то более привычно. Для тебя она тяжеловата, не так ли? Оказалось, что это удобно для разминирования. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предметы, брось ему. Ну, давайте протестируем. Так, вот так себе притягивать, а так бросать. А еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Давай. Вроде просто все. Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Пирамиду из мусора. Так. Я физик, а не строитель. Попробуй сложить в кучу несколько вещей. Возьми предмет вторым рычагом и нажми еще раз, чтобы положить его. Так. Запрыгнем. Ну, давай. Ладно, да, вот так. Давай, Гордон, заставь коробки и поднимайся сюда. Ладно. Да, я позову пса. Он любит команду Апорт. Пес, ко мне! Хороший пёсик. Какой милашка. Гордон, это пёс. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребёнком. Первая модель была вот так усенькая. Но я его немного нарастила, да, пёсик? Хорошо, пёс, поиграй с Гордоном. Тебе понадобится грави-пушка. Давай, пёс, бросай. Давай, ловлю. Есть. Молодец. Теперь я. Красающий пёс. Не поймал. Отлично. Еще раз, пёс. 2-0 в мою пользу. Хопа. Потрясающе. Пёс, принеси мячик. Тут есть баскетбольное кольцо. Давайте поиграем в баскетбол. При помощи грави-пушки. Ну и где мячик? Что с этой штукой происходит? Опа. Ну-ка в кольцо. Ну-ка. А, мимо. Да, подняйся мячик. Я думал, он поймает. Так, ну-ка. Блин. Еще раз. Да что ты будешь делать? Почти, ну-ка. Почти, ну-ка. Давай, давай, давай. Да что ты. Не попал? Походу, нет. Ну. Да как так-то, а? Пес, давай что-нибудь побольше. Побольше. Дайте, я еще раз кидану. Ну-ка. Давай. Ду. Брось, бяку. Да подожди ты, дай. Попаду хоть раз. А-а-а. Раз 10 метнул и ни разу не попал. Хотя в жизни в баскетбол хорошо играет. Папа, это Алекс. Как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Уводи Гордона отсюда. Идите на берег. Не идите через Рэп. Папа? Папа? Черт. Пес, открой шлюз. Вытащи нас отсюда. Давай, быстрее. Распей ее, если нужно. Только открой. Батя, пес. Давай, Гордон. Пошли. Валим отсюда. Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пес, проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Ну, класс. Придется идти через город-призрак. Так, кто-то нам понадобится. Граби пушка. Пошла. Пошла. Что тут происходит? Так. Замок. Так, на этом все. Мы прошли главу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока.